Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Марка 6,8, мы рассмотрим вопрос, приказывал ли Христос ученикам брать посох или нет. Мы прочитаем текст. «И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе». Это Евангелие от Марка 6,8. И Евангелие от Матфея 10,10. Здесь мы находим как бы некое противоречие. «Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Здесь Христос говорит, что не надо брать с собой. Но у второй цитаты очень интересная конструкция. Матфея 10,10. Здесь говорится, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, далее, ни обуви, но уже сказано, ни двух, ни посоха. Поэтому может иметься в виду ни двух одежд, ни двух пар обуви, ни два посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. При таком рассмотрении мы устраняем вот это внешнее противоречие. И экзегеты предлагают, ученые экзегеты, такое решение. Более тщательное сопоставление текстов показывает, что у Марка 6,8 акцент делается на том, что надо брать только один посох, который должен быть у путешественника. В то время, как у Матфея, напротив, перечисляется и подчеркивается, чего не надо брать. Ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумы, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Исходя из данного контекста, есть основания допустить, что в этом перечне имеется в виду не единственный посох путешественника, а другой, запасной, который не надо брать наряду с прочими лишними вещами. Действительно, если бы апостолы перемещались бы с праздничным посохом, с будничным посохом, с запасным посохом, это бы напоминало движение каких-то там очень богатых князей, сарим, но не учеников Иисуса Христа, который обогатил нас нищетую своею. И Пруденций, это христианский экзегет и поэт, в своей работе «Душевная брань» пишет, «Высокий покой, ничего не хотеть сверх того, что потребно. Пища простая, одежда одна, тело сокроют, они и вернут тебе силу. Не нужно искать сверх того, что природа диктует. «В путь, отправляясь, с уму не тащи, об одежде другой не заботься, о завтрашнем дне не волнуйся, что пищи не будет, солнце взойдет и появится пища, разве не видишь, из птиц ни одна пропитания на завтра не ищет, ей Бог посылает». Это в такой стихотворной форме предлагается комментарий. И здесь сразу возникает такая аллюзия, что Господь Иисус Христос – это Господин Субботы. Манна, хлеб с неба, который 40 лет падал на землю, он падал, и надо было собирать каждое утро, но в субботу манн не падал. И в пятницу было запрещено собирать две нормы манна, потому что если собирали или там в субботу подбирали, это превращалось в червей, а манн – это небесный хлеб с неба. Таким образом, когда мы с Господом, почему мы должны думать о двух комплектах одежды, когда мы с Господом, почему мы должны думать о двух посогах? Ведь суббота – это день покоя, когда люди рассуждали о Боге. И неужели и сам покой, который является собой Христос, не является заботой обо всем? Поэтому никакого противоречия нет. Здесь речь идет, когда мы сличаем два стиха, о том, что надо брать с собой самое необходимое, ничего особенного запасать не надо, потому что Господь, который был с апостолами, Он проявлял заботу о них, так же, как Он проявляет заботу и о нас с вами. И многие пожилые люди прямо говорят, иногда все кончается, и не знаешь, что завтра есть, но на следующий день появляется все необходимое каким-то необъяснимым, таинственным образом. И Господь проявляет свою заботу не только о людях, но и о зверях полевых, о птицах небесных, о всем творении, не только о христианах православных. Он заботится о верующих, о неверующих, о людях разных других религий, потому что Бог наш есть благ, и имя Его — любовь. Итак, сегодня мы рассмотрели сложное место. Подписывайтесь на библейский портал «Экзэгетс», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах, и берегите себя в это сложное время. Субтитры создавал «Экзэгетс»